СЕРГЕЙ ХОЛГЕЙ Здарова, народ, какие дела? С вами Сергей Холгей. Вы смотрите, какие дела? Ебать, я запиздился. Короче, вы смотрите канал HelloPlay. И мы с вами продолжаем играть в Шерлока Холмса, преступление и наказание. Раскрытие дел нашей рукой правосудия продолжается. И, как помните, мы остановились на том, что произошло какое-то убийство какого-то богатого человека, который якобы бил свою жену. Но всё, чёрт подери, выглядит так подозрительно, что мне кажется, как я уже говорил, что жена какая-то, сука, подозрительная. Ну и служанка её, естественно, тоже. Судя по фотографиям, они путешествовали уже не первый год вместе и, наверное, стали фактически как подруги. Вот, посмотрим, посмотрим, к чему придёт нас это дело. И перед тем, как мы продолжим наши интереснейшие приключения по детективному миру Шерлока Холмса, давайте начнём три. Раз, два и три. Бручай, дорогие друзья. Эх, за ваши... Хотел сказать что-то пошлое. За вас. Прервусь вот так. Хорошо, ну а мы продолжаем, друзья. Посмотрим, посмотрим, что там было в сейфе. Как вы помните, мы остановились прямо перед сейфом и не знаем, что там лежит конкретно. То есть, какие, что в записках там, если они там есть, или в документах. Непонятно. Итак, у нас есть сейф, и там куча денег и записка. Хорошо, давайте посмотрим. А, это медицинский отчёт. Давай сначала деньги. Это обычное дело, хранить ценности в сейфе, за картиной. Для преступников не заставит труда его найти. Ну, стоит заметить, что этот богатый парень для богатого мужика был довольно тупой, раз так сделал. Старинные монеты, вероятно, ценные, но они небрежно разбросаны. Ага, понятно. Сэр Юстас, ваше физическое и психическое состояние вызывает серьёзные опасения. Имеются признаки печёночной недостаточности. А в нашу последнюю встречу ваши глаза налились кровью, а кожа приобрела жёлтый оттенок. У вашего дыхания появился специфический запах, присущий тем, кто страдает болезнью печени. Также имеются абсцессы в лёгких, о которых мы говорили. Судороги, которые вы описали, мне указывают на расстройство нервной системы, возникшие из-за злоупотребления алкоголем. Имеется и тремор. Ваша печень показалась не слишком жёсткой во время осмотра, что указывает на формирование цирроза. Имеются также признаки асцита, жидкости в брюшной полости, связанного с воспалением желудка. Боль за левым ребром указывает на начало панкреатита, способного привести к вашей смерти. Ваше состояние создаёт угрозу для окружающих. Ваше злоупотребление алкоголем снижает самоконтроль и приводит к агрессии. Я имею возможность помочь вам решить ваши проблемы. Для этого есть немало лечебных методов. Вау, да у нашего сэра Юстаса были просто гигантские проблемы со здоровьем. И просто ого-го, какие. И так, надо спросить про медицинский отчёт. Посмотрим, что скажет его жена. А там, замечала ли она всё это говно за ним? О, это ужасное событие. Да, у тебя? Да, ага, вот у тебя давай спросим. Жена не хочет говорить. Доктор сэра Юстаса написал о его жестоком поведении. Да, сэр Юстас был до крайности жестоким, отвратительным человеческим существом, если точнее. Это правда, что однажды он бросил в меня графин, и всё только потому, что я посмела встать перед ним, защищая свою хозяйку. Хитрый дьявол. Бог простит мне эти слова о нём покойном, но он был дьяволом, каких не видывал свет. Мы познакомились с ним всего 18 месяцев назад. Он как раз при... Она как раз прибыла в Лондон. Да, это было её первое путешествие. Она не выезжала из дома прежде. Он покорил её своим титулом и деньгами, и связями. Если она и совершила ошибку, то расплатилась за неё, как ни одна женщина. У неё не было друзей здесь, так что ей пришлось особенно тяжело. Ага. Что ж, можем сделать первый вывод. Давайте. Итак, нет личной жизни и агрессивное поведение. Так, из Австралии. Леди Брекенсталл вышла замуж за сэра Юстаса вскоре после прибытия в Англию и оказалась заперта дома. Вряд ли она или её горничная познакомили с кем-либо ещё в этой стране. Знакома с моряком. Леди познакомилась с кем-то на... Гибралтарской скале. Так, это... Вау. Вдруг моряк. Это... Это странно. Я не верю, что она ни одного знакомого не завела, но вот насчёт моряка, ну окей. Если тут только моряк, хорошо, пусть будет моряк. Но я склонен к тому, что у неё, безусловно, есть кто-то. Агрессивное поведение... Хорошо. Надеюсь, пока... Пока, надеюсь, мы идём по верному следу. Итак, что надо сделать? Нам надо спросить медицинский отчёт из сейфа. Ну так... О, может быть, у доктора надо спросить? Ну-ка. Бекер-стрит? Нет, Эбби Грейч. Эбби Грейч. Ха-ха-ха, так сказал. Хорошо. Так, давайте. Надо понять, что делать. Тут, наверное, ещё можно пройти. Осмотреть место преступления в гостиной. Понятно. Мы здесь вроде бы всё осмотрели, да? Вроде бы, насколько я помню, мы с вами, друзья, здесь всё... Всё, что надо, мы с вами подметили. И... Скоро посадим тебя, маленькая шлюха! Да, ты! Сто пудов ты играешь. Вы, женщины, невероятно умные и коварные на самом деле. Вы только притворяетесь беззащитными группами. Вы опаснее мужчин. Намного опаснее мужчин. А, это ты нам говоришь? А, да, точно, надо социализовываться. Он же у нас врач. Я совсем забыл про, зачем он нам нужен. Что вам известно о сэре Юстасе, инспектор? Какова его репутация? Очаровательный человек, когда трезвый. Но, выпив, превращался в абсолютное чудовище. В такие минуты он был способен на что угодно. Скажем, однажды он облил керосином собаку Леди Брэггенстелл и поджёг её, а в другой раз распустил... запустил винным графином в голову мисс Райт. Алкоголь превращал его в безумца. Хочу заметить, что нам пришлось вмешаться не один раз, чтобы избежать скандала. Ага. Так, ещё один вывод. Что ж. Рассказ инспектора о агрессивном поведении. Так, домашнее насилие. Сэр Юстас жестоко обращался с женой. Это мы уже наслышаны, но мы сделали вывод, что так оно всё-таки и есть, видимо. Окей. Так, давайте осмотрим ещё. Сюда. Вау, вау. Вам следует осмотреть тело. Ладно, Ватсон нам что-то подсказал и не успел прочитать. Хорошо, мы обязательно осмотрим. Охотничьи хижины. Так, стоп, тут ещё что-то. Охотничьи хижины. То есть две охотничьи хижины. На балкон выйдем потом. Охотничий домик. Сцена охоты. Ну, парень был... Любил охоту. Старинное охотничье оружие. Это понятно. То есть парень нас любил пострелять бедных животных. Так. Этот подсвечник довольно ценный. Странно, что его не взяли. Это дорогое вино, по большей части из Франции. Да, охренительное ограбление без ограбления. Я об этом и говорил, тут что-то неладное. Это не братья эти, чуваки. Это убийство. Пустой ящик для столового серебра. По-видимому, взломщики забрали содержимое. Хм, а вот тут забрали. Это очень странно. Может быть, они сделали это для вида? Не похоже, что кто-то... Так, мы тут ещё, видимо, что-то должны, да? Если до сих пор нас нет, значит, тут ещё должно быть что-то. Что я не заметил. Иначе бы он, знаете, как обычно, сам бы вышел из этого вот. Нет. Вроде бы. А, вот так. Бутылки от вина здесь нет. Преступники не потрудились обыскать дом. Они взяли лишь столовое серебро. Ну, это странно. Сцена охоты. Так. Охота на оленя. Дом торговца мехом. Сейчас труп обязательно осмотрим, друзья. Секунду. Сначала... Ага. Дом торговца мехом. Я вижу, что там Т, говорят, надо. Каминная полка. Что ж, могу подтвердить, что смерть была внезапной. Сэр Юстус видел нападавшего, когда он нанёс удар по голове. Других повреждений не вижу. Так. Каминная полка. Кусок шнура. Похоже, что шнур отрезал человек ростом выше меня. Ага. Это... Очень крутая улика. Рост. Они пили вино. Графин стоит рядом с открытой бутылкой. Вот уж неразделимая пара. Шато Калон-Сэ-Жу. Французское вино Гран-Гру. Гран-Крю. Или что-то Круг. Я не знаю. Я не знаю французского. В этом бокале осталось вино, но никаких следов отсадка. Здесь на дне осадок. Как если бы вино взболтали перед тем, как налить. В этом бокале осталось вино, но никаких следов отсадка. То есть один взболтал, другой нет. Понятно, два других нет. Куда более странно, что только в одном из бокалов есть осадок, когда... тогда как остальные два чистые. Два бокала с остатками вина, но без осадка. И третий бокал с остатками... Понятно, поговорить надо на эту тему. Давайте перейдем к телу. Так, голова. Должно быть это орудие убийства. Опа. Вывод. Согнутая кочерга. Два бокала. Два бокала с остатками вина, но без осадка. Были свидетели, опознашившие преступников в банду Рэндаллов. А. Стоп, 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 стоп. Как отменить? Как? А, опять. Вот, все. Так. Что? Погоди, ну мы же эту улику получили. Почему мы с нее вывод не можем сделать? Я почему-то подумал, что с нее надо вывод сделать. Хорошо. Тогда вот эти. Окей. А, три человека. Из этих бокалов пили вино три человека. Один из них, вероятно, предпочитает вино с осадком. Только два человека пили вино из бокалов. В третий бокал они слили остатки вина из двух других. Зачем мы сливать остатки? Зачем это делается? Два человека. Но это более-менее... Одна. Был кто-то третий? Давайте пока... Пока два человека. Так. Череп был проломлен под тяжестью удара. Солидная палка. Грозное оружие. Босые ноги. Он уже лег спать, и у него не было времени одеться. Она измазана кровью. Похоже, сэр Юстус задел ее головой, когда падал после удара. Это единственное объяснение. Это единственное объяснение. Еще вывод? С ума сойти. А, тело... С переломным черепом. Согнутый кочерга. Так. Смерть сэра Юстуса произошла из-за несчастного случая. Он задел головой каминную решетку. А, нет. Нет, нет, нет. Это не несчастный случай. Стопэ. Какую можно еще? Вот так вот, да. Удар... Смерть сэра Юстуса могла наступить от удара кочергой. Да. Пока что так. Давайте... Пока все как бы выглядит вот так вот. Потом посмотрим. Может быть подкорректируем в процессе добычи новых улик или данных. Так. Эта лестница ведет к спальням наверху. Очевидно, преступники ею не воспользовались. А больше у нас ничего нет, да? Так, а тут? Ага. Какой сад прекрасный. Прям охренеть можно. Тут ничего. Домик. Это интересно. Мы не можем... Садовый домик. Мы не можем его пройти? Ну, по всей видимости, нет. Зачем нам дали выйти на улицу? Здесь что-то есть, да? Это нет. Так. Ну-ка, пойдем с ним поговорим. В гостиной на столе стоят три бокала. Я бы хотел узнать. Ох, я забыла. Когда я пришла в себя первый раз, у каждого из них был в руке бокал. Они должны быть... Они должны быть отец и сыновья. Они шепотом разговаривали друг с другом, а потом ушли. Ваша светлость. Так, ну, черт подери, это все смахивает на дичайшее пиздобольство. Потому что, как будто, пытались все потусовать. Конечно. Мы тебя оставим одну, развлекайся там. Но я чувствую, мразь, что ты виновна. Ну, может быть, не ты, но ты причастна. Стул. Морской узел. Это интересно. Этот шнур использовали убийцы. Нам нужна гончая, чтобы пройти по следу. Я возьму его с собой. Вот это круто! Вот кресло, которому привязали леди Брекенстол. Морской узел. То есть он... То есть... Версия с моряком становится все более интересной. Забрать Тоби с Бейкер-стрит и пройти по следу взломщика. Что ж, я думаю, пора. Пора приступить к... Да, выполнено. Смотреть гостиную. Пойдемте на Бейкер-стрит. Заберем Тоби. Эти черты, мы моряки. Делайте мне ничего. Почему они не могут поплавать нормально? Почему им надо убивать? Это что, хобби морское? Сойду-ка сегодня на берег, убью пару богатых мудаков. О, боже. Ну, давай, Тоби, пойдем. Давай, Тоби. Нам нужен лучший нос Британской империи для этого дела. Ну, а перед этим я обязательно посмотрю, стоит ли там та жируха. Господи, блядь, что это такое? Почему она там? Так, и куда? Требует анализ. Кусок шнура... Ага, я понял. Давайте проведем анализ. Посмотрим, как был обрезан шнур. Волокна на этом конце шнура обрезаны ровно. Теперь давайте поищем, чем именно его разрезали. Но это не нож. Вот кусачки неплохо подходят под это. Ну-ка, давайте проверим. А волокна на этом срезе выглядят по-другому. Да ладно, ножницами смог так ровно шагануть? Ну, где? А, вот. Или по-другому. Да ладно. Ну, только не ножом. Ну, и ножом так ровно не сделать. А? Если разрезать шнур ножом, получится такой же результат. Что он так легко... Что кус... Боже, бля, как так быть? Ой, блин, пипец. Ладно, кто же знал, что здесь так ножом легко можно хоп прям, как помазать. Вот. Острый нож. Острый нож. Острый нож. Острый муж. Морской след. Шнур отрезали острым ножом и завязали морскими узлами. Это может указывать на то, что взломщик был моряк. Да, чувак, здесь топудово моряк виновен. Нам уже это дали понять. Так, что далее? Какие задачи, Холмс? Забрать Тоби с Бекислида и пойти к последованию... Пойдем, все, Тоби, идем. Последовая взломщика, пойдем. Ой, теперь мы с песиком. Как это здорово. Ты лучше Ватсона, ты хотя бы полезнее. И вот если Ватсон был псом, это было бы намного лучше. Ищи Тоби. Почему... Почему я за Тоби теперь? Тоби должен искать, а не я. Вот, я так понимаю, запах. Ага, вот след еще я вижу. Гав-гав. Дверь открылась, твою мать. Сизам, откройся по-собачьи. В домик, да, идет в этот? Понятно. Я туда и без... Ну-ка. Гав-гав. Когда взломщики убегали с серебром, они по какой-то причине зашли в сарай. Может, они забыли садовые перчатки? Так. Потом они... Пошли вот сюда. Но механика интересная, друзья, стоит заметить. То есть, вот эти вот всякие прикольные штуки очень разнообразно. А-а-а. И сбросили сюда что-то, да? Гав-гав. Свет привел к колодцу. Нужно его проверить. А-а-а. Ага, идем дальше. И они перелезли тут, да? Гав-гав. След злоумышленников теряется на этой... На этой... За этой стеной. Вернее, на этой стеной. Преступники покинули дом через стеклянные двери. Они пошли к сараю, обошли колодец, прежде чем перелезть через стену. Любопытно, зачем им понадобился столь... Зачем им понадобился столь извилистый путь? Спасибо, Тоби. Храбрый Тоби. Лучший нос Британской империи. Давай проверим домик. Мы это можем сейчас-то сделать? Да. Итак, крюк. Этот крюк может пригодиться. Мешки для зерна. Часть пустых мешков недавно сдвигали. Садовые инструменты. Ничего важного. Это старый чемодан звучит гулка. Должно быть он пуст. Ага, ну понятно. Сейчас осмотреть место... Да, пойдем. Теперь пойдем к... Колодцу и применим крюк наверняка, да, там. Я вижу что-то сверкающее на дне. Но как мне это достать? Так, осмотреть сначала. Хм, бедро легко снимается. Готово. Ну, серебро, да? Потому что его никто не крал. Это долбанная имитация. Столовое серебро. Вряд ли это случайность. Ну, понятно уже. Ну, Холмс. Герб Брэкенстоллов. Похоже, мы нашли похищенное серебро. Которое вовсе и не похищенное. Мотив ограбления. Преступление совершено с целью ограбления. Преступники планировали вернуться за серебром, сброшенным в колодец. Имитация ограбления. Ограбление только имитация, чтобы объяснить смерть Юстаса. Столовое серебро не должны были найти. Совершенно верно, именно так. Сэр Юстас был убит человеком, появившимся здесь прошлой ночи. Он связал леди Брэкенстолл. Он высокосилен. Дай угадаю, он моряк. Искать моряка. Ха, конечно! Человек, побывавший здесь прошлой ночью, возможно, был моряком. Что ж, это, 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 ну это было чертовски предсказуемо, что я могу сказать. Поговорить и, эээ, в архиве. Понятно. Давайте сначала поболтаем. Я не знаю, только следует ли нам, эээ, с вами осмотреть место касательно того, где они перелазили. Ну-ка. Мы нашли ваше серебро, леди Брэкенстолл. Далеко они его не унесли. Это правда? Я вам очень благодарна, мистер Холмс. Ну-ка, с тобой. Мы нашли серебро вашей хозяйки. О, это отличная новость. Вы и правда так умные, как о вас говорят. Вполне. Есть еще, конечно, одна хрень. Вот она не виновна. А ее, эээ, вот эта вот Тереза связалась с каким-то моряком, которого позвала, чтобы убить, эээ, этого сэра Юстаса, потому что волновалась она вот за леди Брэкенстолл. Как вариант. Эээ, так. Поболтать еще с кем-то? С кем можно поболтать? С тобой, да, наверняка? Инспектор, я мог обнаружить украденное серебро. Я смог, вернее. Вы просто волшебник, мистер Холмс, и где же оно? В садовом колодце. Простите? Оригинально, верно? Да это абсурд! Какой смысл оборвать серебро и затем отправлять его на дно колодца? Возможно, колодец избрали для временного хранилища, или же просто воры хотели от него избавиться. Мы должны разгадать эту загадку. Да я уже ее разгадал, черт подери, ну стопудово! Поехали в архивы. Но, но, сначала, погодите, сначала я хочу убедиться, что нам не нужно осмотреть стену. Давайте стену посмотрим, где они уматывали, а потом пойдем на Бекер-стрит и обязательно проверим наши архивы. Нет, 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 не надо. Окей. На Бекер-стрит, дорогие друзья. Найдем в архиве то, что нам нужно. Хороший пес, намного лучше Ватсона. Надо тебя будет заменить на Ватсона. Вернее, Ватсона на тебя. Навсегда причем. Так, давайте в архивы. Так, что там надо найти? 1893-го названия корабля или год? Когда Леди Брэкинстелл с Горничной Пекиной. 1893-й. Понятно. Так, гибралтарская скала. Вот оно. Прибытие к гибралтарской скалы. Корабль вернулся. Гибралтарская скала. Сухогруз компании линия Аделайда. Саут Гемптон, Лондон. Коннор Центр, Джеймс-стрит, Лондон. Вернулся после шестимесячного плавания с заходом в порты Индии, Новой Зеландии, Австралии и Австралии. На корабле в Англию прибыла мисс Мэри Фрейзер, наследница семьи Фрейзеров, землевладельцев из Австралии. Эта очаровательная юная леди уже объявила о помолвке сэром Юстасом Брэкинстеллом, одним из богатейших людей Кента. Хмм. Вот так-то. Это интересно. Задание для Уиггинса. Адрес владельца Гибралтарской скалы... Ага, давайте дадим ему задание. Нашему... Судоходной компанией, линия Аделайда... Короче, ее адрес любопытный. Должно быть здесь они хранят документы, в том числе и об экипаже судна Гибралтарская скала. Думаю, если вы сделаете вид, что пришли из Скоттланд-Ярда, они отдадут их без всяких проблем. Но у меня есть другое решение. Я обращусь к специалистам. Давайте, давайте подзовем его. Где он? Ну, давай. Ну, вот. Уиггинс, поднимитесь к нам, если можете. К вашему услугам, мистер Холмс. Мне нужен регистр, мой юный друг. Если вы сумеете заполучить его, я выдам каждому из вас по полгинея. Полгинь-гинея. Короче, мне нужен список гипажа Гибралтарской скалы за 1893 год и их текущие места работы. Сейчас же займусь, мистер Холмс. Вы действительно думаете, они найдут его, Холмс? Моя тайная полиция лучше, чем Ярд, во всех отношениях. Три часа спустя. Вот он, мистер Холмс. Но мы не сможем его вернуть, это слишком рискованно. Положите его на стол, я разберусь. Хорошая работа, юный Уиггинс. Да, чё-то прям супер какой-то он оперативный парень. В этом списке командный состав судна Гибралтарской скалы, на котором Леди Брекенстал совершила путешествие со своей горничной. У Леди Брекенсталл нет знакомых в Англии, а это означает, что кто-то из списка и есть наш таинственный посетитель. А здесь полные списки командного состава кораблей, следовавших по линии Аделаида, Судгемптон, Лондон. Поищем, кто из моряков был в Лондоне до 7 ноября. День убийства до 7 ноября, окей. Отправлены... Прибыли в Лондон? Нет. Следующие. Прибыли только в январе. Отправились 17 октября. А у нас 94-й и 95-го. Из Лондона отправлен... А, вот. Ой, нет, вот я имел ввиду. Что? Что это скалка дает? Не думаю, что это моряк, это связано с нашим делом. Ага, так, Гибралтарская скала. Это был Чарльз Вилли, Джек Кроукер. Мистер Джек Кроукер оставался в Лондоне до дня убийства, и он собирается в рейс через 2 дня. Так. Томас... Уильям. Отправлены... Да-да-да, я понял. Фрэнк Уилкин. То есть нам надо еще найти, да, кого-то? Ага. Эрнест. Тут никого. Отправление из... 23 октября. Угу. А прибыл... Тут никого. Не должно быть. Уху-ху. Ммм... Идем дальше. Стоимая. А, вот, 24-го. Ага. Прибытие... Ну, отправлен, а прибытие 12-го. Правда, я не знаю... Этот офицер все еще в море, поэтому он не причастен. Угу. Чарльз. Джек Кроукер. А, может, Генри. Вот. Да, Томас Уокер. А, их надо просто, я понял, найти. Уильям. Уильям, Томас, Герберт. Уильям, Томас, Герберт. И Чарльз. Уильям, 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 Ага. Чарльз, Герберт. Роберт, Чарльз. А. Вот, Герберт. А, у них другая фамилия, черт подери. Вот. Угу. Да-да-да-да, мы знаем, что они невиновны. Вот, у нас Джек Кроукер уже есть. Вот. Чили. Да. Томас Уокер и Герберт Уильям. Уильям, Уильям, Уильям. Не-не-не, я хотел дальше перейти. Так, ага. Так, Томас, 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 Томас. Тут вообще Томас есть. И Герберт. Нет. Томаса и Герберта нет. Герберт, вот. И вот Томас Уокер. Да. Капитан Джек Кроукер и есть наш таинственный посетитель. Только он был здесь, когда совершалось убийство. Так. Ну все, понятно. Хорошо, какие змеи. Пригласить Кроукера для разговора. Нет проблем. Как это сделать? Это Кроукер? Вы думаете, что... Было бы интересно познакомиться с ним. Наш юный друг сумеет его найти. Уиггинс, вы сумеете найти способ привезти сюда капитана Кроукера? Сюда? Холмс, это может быть опасно. Никаких проблем, мистер Холмс. Некоторое время спустя. Хе-хе-хе, не написано сколько часов уже. Видимо, намного дольше, чем было до этого. Мистер Холмс, мне сообщили, что вы искали меня. Хотелось бы знать зачем. Да, нам важно с вами поговорить. Вы поймете причину. Итак, он выше нас, и он крепкого телосложения, и он здоровый. Что ж. По-моему, это и есть наш убийца. Прямой взгляд. Честный. Угу. Крепкое телосложение. Морской нож. Газетные чернила. И дайте угадаю, грязные, потому что перелазил, да? Чистые, а, чистые, окей. Вы ведь знакомы с леди Мэри Брэконстон, не так ли? Да, думаю, я помню ее еще с тех времен, когда был Старпо, Старпом. Похоже, ваши отношения вышли за рамки пассажир, старший помощник. Да как вы смеете! Воистину, какое безрассудное чувство любовь, особенно если кто-то совершает убийство во имя ее. Во имя нее. Объяснитесь немедленно! Вам известно, что убийство попало в заголовки утренней прессы. Вы читали статьи в газетах, и к вашему разочарованию обнаружили там много неправды. Узнав, что я желаю вас видеть, вы сразу же приехали. Вам нужно было выяснить, что именно я узнал. Вы... И что вы знаете? В тот вечер, вы вместе с Леди Брэкинстелл столкнулись с опасностью. Я не боюсь, мистер Холмс. К тому же, все это лишь домыслы. Вы были правы, если бы не доказательство. Вы были бы правы. И какие же? В ночь убийства Леди Брэкинстелл привязали... Привязали кресло. И именно вы привязали ее. Вы называете это доказательством? Да, поскольку она была связана морскими узлами. Ваша работа. Так это сделал моряк. Это же ничего не доказывает, мистер Холмс. Я единственный моряк в Лондоне. И наша теория... И ваша теория о любом случае ошибочна. В ночь убийства я был на борту разящего. Наблюдал за ремонтом отверстия в корме. Ночью? Это был срочный вызов. Появилась течь. Спросите корабельного плотника. Он подтвердит. Уверен, что так. Отлично. В таком случае нам нечего больше обсуждать. Доброго вечера, джентльмены. Холмс, чем займемся теперь? Желаете ли проверить его алиби? Нет. У меня всяких сомнений. Люди дадут показания в его пользу. И мы их все равно не проверим. Что же тогда? Мы должны поработать с тем, что есть. У нас на руках все кусочки головоломки. Теперь я понимаю... А, поряд... Окей. А... Угу. Ну-ка. Кроукер лжет. Его роль очевидна. Он появился, как только услышал, что я ищу его... Что доказывает его виновы. Алиби Кроукер. Капитан Кроукер был на борту разящего в ночь убийства. Нет. Вот так вот. Убийца Капитан. А, мы уже можем сделать вывод. Нихуя себе. Погодите. Какое быстрое дело, однако. Да, раскрыть убийство. Друзья. Хорошо, смотрите. Опять же, я... Все указывает на это. Это поведение жертвы. Бла-бла-бла. Короче, все указывает на то, что убийца Капитан. И морские узлы. И нож. И крепкое телосложение. И удары кочергой. И, собственно говоря, жена себя ведет странно. По крайней мере, ее служанка точно. И это имитация трех человек. И сброс серебра в колодец. Ну, все понятно, что максимально хотели сгородить на этих братьев, которые там воруют, да, и убивают. На самом деле, нет. Итак, мне кажется, что это убийца Капитана. Возможно, я не прав. Мы это в любом случае скоро с вами узнаем. Сэр Юстас был убит человеком, побывавшим здесь ночью. Убийца рослый и сильный моряк высокого ранга. Арестовать Капитана Кроукера. Джек Кроукер убийца. И вы отправите его вместе со участницей Леди Брэкинстол под суд. Простите, Капитана. Убийца действовала, защищаясь. Джек Кроукер защищал женщину от жестокости ее супруга. Преступление раскрыто. Но вы сохраните это в секрете. Нет необходимости сообщать полиции. Моральный вывод ситуации, смотрите, с точки зрения закона. И он, и она должны были понести наказание. Вопрос в другом. Почему Леди Брэкинстол не ушла от него? Нам не раскрыли. Конечно, может быть, куча подводных камней. Почему она не может от него уйти и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но нам, по крайней мере, их не показали. Вообще, я бы отправил Леди Брэкинстол под суд. Потому что наверняка Джек Кроукера, она как-то провоцировала на это, рассказывала, что было, жаловалась. И он как бы мужчина, да. Но он честный моряк. То есть, и он наказал плохого мужика, который постоянно пил и бил свою бабу. Но баба воспользовалась этим мужиком. Поэтому где-то есть вариант того, что она должна понести наказание, как организатор убийства, а он не виновен. Честно, я бы простил капитана. Потому что... Ну... Это своеобразная форма справедливости. Хотя... Это уже похоже на психическое расстройство, когда ты пытаешься оправдать свои ужасные действия справедливостью или чем-то другим святым. Блин, такой выбор, ну как бы... Третьего выбора не хватает. Тут, по сути, Леди Бреккин... Ну, хотя Леди... Она же не совершала, как она может... Ай, блядь. Так, как... Чтобы выбрать. И то, и то будет верно, как вы понимаете. Я просто пытаюсь определиться. Вы отправите ее вместе соучастницей, Леди Бреккин стал под суд. Джек Крокер защищал женщину от жестокости ее супруга. Преступление раскрыто, но вы сохраните это в секрете. Нет, не входит... Хм-хм-хм... Плюс они... Хотя это было спланировано. Они прям спланировали его убийство. Блин, вот из-за того, что то, как это произошло, не совсем однозначно. Я не могу выбрать что-то определенное, то есть простить его или нет. Защищал женщину от жестокости ее супруга. Убийцей вы отправите его вместе соучастницей, Леди Бреккин стал под суд. Дайте, по-хорошему, друзья... Смотрите, какая ситуация. По-хорошему, я бы простил капитана. Тут другое. Если мы его простим, то эта бледина, миссис Леди Бреккин стал, опять нарвется на мужика, который ее будет бить, и что она опять пожалуется нашему мистеру, мистеру Сэру Кроукеру, и он его убьет тоже. Она могла уйти, и она могла что-то... Ну, что за бред, блядь? Она терпела, и потом решила просто его убить. Но видишь, что он уебок, уйди от него. Потому что нам не дали информацию о том, что она пыталась уйти, но он, блядь, там расферепел и сказал, что убьет всю ее родню, там, и она не могла уйти. И такая бедная заложница была ситуацией. Друзья, извините, но справедливость должна быть жестока. Поэтому арестовать капитана Кроукера вместе с участницей Леди Бреккин стал, отправить их под суд. Да. Уиггинс, вы не позовете мистера Кроукера сюда еще раз, если можно? Сию же минуту. Около часа спустя. Во-первых, еще неизвестно, а вообще, правы ли мы? С какой целью вы снова меня вызвали, мистер Холмс? Все кончено. Я знаю, что именно вы убили сэра Юстуса Бреккинстола. Что? Я это узнал по высоте, на которой обрезали шнур ножом, принадлежащим моряку, и что не было важно, по этой грубой силе, что было вложено в смертельный удар. Что было вложено, вернее. Еще потому, что вы единственная, кто знает Леди Мэри Бреккинстол в Лондоне. И потому, что вы ее любите. Все верно. Пришло время рассказать нам всю правду. Я признаю, что влюбился в Мэри на безумие, с первого же дня, когда ее встретил. Но я не приезжал, считая, что она счастлива в браке. Когда я услышал слова горничной, поведавшей мне обо всем, я пришел в ярость. Я собирался в рейс на полгода. Я хотел лишь увидеть ее снова, но все превратилось в проклятый кошмар. Когда он вломился, он посмел поднять на нее руку. Он недостойный даже лизать ее сапоги. О, я ни о чем не жалею. Я признаю, я убил монстрова о имя любви к ней. Она простит меня, если сумеет. Леди Бреккинстол уже вас простила. Она ничего не сказала. Мэри! Но это делает ее соучастницей, так же, как и горничную. Она снова в опасности. Мистер Холмс! Вы бы не смогли ее защитить. Я буду защищать ее до последнего своего вздоха! Слышите меня? Вот письмо, в котором все изложено. Его нужно передать в полицию. Я единственный виновник. Мэри тут ни при чем. Пришло время покончить с этим. Что? Так? Так, ни хрена себе, борьба! Вот так вот. Вы должны позволить мне умереть! Как я могу жить, если Мэри страдает? Сожалею, капитан Кроукер, но смерти в этой истории уже достаточно. Инспектор, передаю вам убийцу сэра Юстуса, он очень старался, готовя свое признание. Что ж, я не удивлен! Да, это был я! Я признаю! Вот одно из доказательств, которые можно использовать в суде. Превосходно! В коль-то веке дело, которое прошло гладко. Итак, сэр Юстус был убит капитаном Джеком Кроукером, навестимшим леди Брекенсталл прошлой ночью. Они представили это как ограбление совершенной банды Рэндаллов. Кроукер использовал морской нож, чтобы отрезать шнуры, привязать леди, а затем вынес столовое серебро. Он совершил жестокое преступление и заслуживает наказания. Итак, проверим. Да, совершенно верно, убийца-капитан. Ну ладно, это было, ну, достаточно предсказуемо, да, здесь, учитывая улики, которые мы набрали. Друзья, я понимаю, что здесь, понимаете, вот здесь такой моральный вывод был, что на самом деле я объяснил его, что нет, прям, то есть частичка права, правда оттуда, частичка правды оттуда. Если честно, мне мужика этого жалко, он честный, хороший мужик, и, черт подери, но нельзя безумие, то есть безумие от любви, это, ну, не оправдание, ну, правда. И бил он ее, да, но, ну, ну, были решения, это факт, были и другие решения, проблемы, и мы не можем просить каждый раз, когда он будет убивать кого-то, потому что, там, он в любви дико влюбился в кого-то. А она такая бедная и несчастная, ее там муж бьет, ну, это пиздец, а сколько трупов мы сейчас будем за ними собирать и вечно их прощать? Должно быть наказание. Принять версию. Вот, да. Итак, люди, решившие дело так же, как и вы, 93%, оно очень предсказуемо, да. Люди, сделавшие такой же моральный выбор, 34%, да, большинство помиловали его, но, друзья, во мне живет чувство справедливости, и я не могу, не могу этого сделать, к сожалению. Я объяснил, почему я это сделал, видимо, большинство будет из вас недовольны, будут ставить дизлайки и говорить, вот, Серега, ты что же так сделал? Но я объяснил свою позицию, понимаете, в будущем это сулит огромные проблемы. Мы не можем получить гарантии, что этого больше не будет, а вот этот безумие от любви, это, блядь, идите нахуй. Нельзя каждому прощать убийство по каким-то таким причинам. Вот, надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки, вступайте в группу ВКонтакте, вступайте в группу в Стиме. Мы закрыли наше третье дело, пол игры пройдено, делов всего будет 6. И с вами был Сергей Халье, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok